16-летний хакер, или, возможно, сракер, опубликовал подлинные кадры GTA 6, находящиеся на ранних этапах разработки и пообещал опубликовать ещё больше внутренней информации, если издатели студия не пойдут на сделку. Правда, после этого все сообщения он удалил. Не знаю, возможно, мамка накричала. Но, тем не менее, эта шумиха моментально превратилась в медийный взрыв огромной силы, что неудивительно, ведь это самый ожидаемый проект от Rockstar'ов и Take-Two Interactive. Да что тут преуменьшать, это буквально самая ожидаемая игра десятилетки. Чтобы вы понимали, когда в феврале этого года Take-Two просто признали существование шестой GTA, их акции подскочили аж на 7%. Утечка такого масштаба настолько редка, что многие поначалу даже поставили под сомнение её подлинность, но все кадры действительно настоящие. Во-первых, в твиттере Rockstar'ы сами подтвердили факт взлома, который обвалил акции Take-Two чуть больше, чем на 3%. Во-вторых, люди, непосредственно связанные с разработкой игры, сказали, что все футажи являются подлинными. Благодаря утечке, все желающие смогли взглянуть на раннюю и откровенно сырую версию шестой GTA. Важно заметить, что, по словам разработчиков, по понятным причинам пожелавших остаться анонимными, в финальном виде долгожданное продолжение будет выглядеть намного-намного лучше. Билд, который стырил Хакер, датируется 2019 годом. Он, как выяснилось, позже смог взломать корпоративный мессенджер Slack одного из сотрудников и оттуда подбрил билд, видео и прочие файлы, в том числе и исходники как GTA 5, так и предварительного билда шестой GTA-шки. Rockstar в то же время быстренько обновила сборки онлайна и шестой части, чтобы обезопаситься от взлома. Отмечу, что на утекших кадрах показана ранняя версия игры, как я и сказал, за 2019 год. Причем ассеты в ней использованы из GTA 5, GTA Online и, возможно, из RDR 2, поэтому судить о качестве графики и проработке мира крайне рано. Да и вообще не стоит переживать по этому поводу. У Rockstar всегда игры выглядели прекрасно, поэтому сомневаюсь, что в этот раз что-то изменится. В то же время Take2 обратилась к YouTube и другим сайтам с просьбой удалить видео, ссылаясь на нарушение авторских прав. Но интернет помнит всё. Показывать видео по понятным на то причинам мы не будем, но в ролике я расскажу обо всех подробностях, связанных с самой ожидаемой игрой этого десятилетия. Локации, боевая система, главные герои, транспортные средства и многое другое, поговорить будет о чем. Причем даже сейчас сырой билд трехлетней давности смотрится как почти готовая игра от Ubisoft, а местами даже лучше. В общем, что тут сказать, поехали лучше разбираться. Люсия и Джейсон Как и в GTA 5, в шестой части будет несколько протагонистов, и приятно видеть, что рокстары снова возвращаются к такому подходу. Их будут звать Джейсон и настоящая Латино-Люсия. Да, впервые за современную историю серии мы будем играть за женщину, которая к тому же явно латиноамериканского происхождения. Под современной я имею в виду все игры франшизы, которые выходили в 3D. Подтверждением этому является небольшой фрагмент, где два протагониста находятся в мотеле. Во время этих кадров разработчик почти мгновенно запускает переключение персонажей, переключаясь между Джейсоном и Люсией, когда отдыхает на диване. Почти сразу же проводится следующий тест. Джейсон выходит из мотеля, а затем снова переключается на Люську, которая осталась внутри. Переход получился очень гладким и быстрым. В GTA 5 игроки частенько переключались между Майклом, Франклином и Тревором, находящимися на разных концах карты, но загрузки при этом были намного дольше. Будет ли скорость загрузок в GTA 6 зависеть от расстояния между героями, еще неизвестно. Но я надеюсь, что программисты-гении из рок-старов в очередной раз проявили чудеса оптимизации. Естественно, у каждого героя есть свой стиль. На одном из видео Люсия была одета в розовый топ и джинсы, а на других материалах – в юбку для тенниса, а Джейсон – в шорты и кепку, надетую задом наперед. Скорее всего, это их внешний вид по умолчанию, и мы сможем настраивать прикид персонажей под свой вкус. Учитывая наличие физики ткани на юбке, можно ли будет надеть плащи и бегать как дурак по пляжам, притворяясь солевым суперменом? Думаю, возможно. Кроме того, в шестой части появится диалоговая система из RDR 2. В футажах засветились, по моему мнению, рудиментарные RPG-элементы – голод, жажда, пот, усталость и так далее. Возможно, штрафы за то, что вы не поели вовремя, давать не будут, и подобная система будет влиять на внешний вид главных героев, как в GTA San Andreas. Или навешивать бафы, если вы поедите в Клакенбелл. У каждого персонажа будет своя спецспособность, но доподлинно известно только о Джейсоне. При ее активации мир становится черно-белым, и самые ценные предметы, которые можно прикарманить, подсвечиваются. У них есть как общий, так и индивидуальный инвентарь. Например, при поднятии автомата появится надпись Джейсон – штурмовая винтовка. А в случае с боеприпасами – общие, 5 ракет. Как и в RDR 2, в шестой GTA будет расширенное взаимодействие с NPC. Для этого будет открываться специальная менюшка с вариантами поведения. Возвращение смартфона В GTA 4 впервые появился смартфон, который служил инструментом для походов в боулинг с любимым кузеном, а также для связи с друзьями или пассиями, и для запуска некоторых миссий. В GTA 5 смартфон дополнили, в нем появилась электронная почта и возможность серфить по внутриигровым сайтам. Судя по всему, телефон вернется и в шестой части, но пока не ясно, насколько он будет неотъемлемой частью истории. На кадрах с ночным клубом сбоку экрана висело несколько уведомлений, одно из которых было отправлено неким Билли в качестве нового контакта. Далее идет простое сообщение в WhatsApp, намекающее на то, что в новой игре будет какая-то форма социальной системы. Возможно, пародия на мессенджер WhatsApp. Как для друзей из реального мира, так и для внутриигровых контактов, как это было в GTA 5. Кроме того, в другом клипе один из NPC кратко упомянул Life Invader. Life Invader — это официальное название социальной сети, являющейся пародией на Facebook в пятой GTA-шке. Судя по всему, наши новые персонажи используют соответствующее приложение на повседневной основе. Хотя с момента последней части прошло несколько поколений консолей, приятно видеть, что некоторые повествовательные элементы перекочевали из прошлых частей. А вот интересно, можно ли будет там найти Майкла, Тревора или Франклина? Вопрос ещё открыт. Машины, лодки, метро и безопасная вода Как известно, GTA без машин — деньги на ветер. В одном из роликов Люсия и Джейсон убегают от полиции, во время которого они быстро натыкаются на полицейскую машину и угоняют её. Достаточно забавно, когда Люсия садится в полицейскую машину, она сначала закрывает дверь, прежде чем снова открыть её, что ещё раз показывает, насколько ранними были эти кадры. Несмотря на то, что, предположительно, события игры развернутся в легендарном Vice City, главные герои смогут плавать. А как мы знаем, в GTA Vice City мало кому удавалось плавать. Доказательством тому является, что в одном из анимационных тестов Джейсон купается в океане. В своё время GTA V улучшила процесс плавания, позволив игрокам погружаться глубже под воду, и логично, что шестая часть не будет отказываться от прежних механик. Скорее всего, это уже мои предположения. Водный мир будет также крайне богат на секреты и детально проработан, как это было в пятёрке. Также было показано, как Джейсон стреляет в лодку. Видимо, это был некий тест повреждений. Там же засветился Глиссер, лодка с пропеллерным мотором, на которых американцы обычно рассекают по луизианским болотам. Правда, Глиссер валялся на суше, поэтому он не мог двигаться. Но тот факт, что в игре есть хоть какое-то разнообразие водного транспорта, звучит многообещающе. Да и эта деталь уже точно подтверждает наличие болот Луизианы в округе. Если вы не поняли, о чём я, то посмотрите геймплей третьей мафии. Учитывая наличие анимаций, которые отсылают нас к лошадям, мы сможем покататься верхом. Не пропадать же добру из RDR 2 даром, правда? Кроме того, как и в четвёртой части, главные герои смогут кататься на метро. Да, именно. За 20 лет в Vice City построили метро. Механика пока ещё далеко от завершения, но уже сейчас понятно, что в GTA 6 полно способов перемещаться по, предположительно, Vice City и, вероятно, городам-сателлитам, не садясь собственноручно за руль. Понятное дело, что будут и такси, и автобусы. Тем не менее, несмотря на сеты из пятой части, все транспортные средства уже сейчас имеют огромный набор анимаций. Можно двигать сиденья, зеркало заднего вида, при вождении руль правильно крутится и т.д. Улучшения в боевой системе. В слитых футажах полно экшоновых моментов, как перестрелок, так и рукопашных боёв. Часть механик перекочевали тоже из пятёрки, например, колесо выбора оружия и возможность прятаться за укрытиями идентичны. В оружейном колесе, кстати говоря, засветились дополнительные слоты под сигареты, медицинские препараты и т.д. Да, можно сказать, что они были в GTA Online, но учитывая изобилие отсылок к торговле наркотиками, они станут неотъемлемой частью игры, как сюжетно, так и геймплейно. Анимации перезарядки стали куда более естественными и реалистичными. Это видно потому, как полицейские заряжают свои пистолеты и дробовики во время стычки с Люсией. Разработчики также проводили тест отдачи, и видно, что они хотят, чтобы игроки могли стрелять максимально точно. Но самым заметным нововведением станет возможность лечь, упав на пузо. В прошлых играх Rockstar падение ничком отсутствовало напрочь. Максимум был только пресет. Фанаты даже создавали соответствующие моды под пятую часть, но теперь это будет полноценная механика. В одном из тестов анимации видно, как Джейсон ползает по дому. Вероятно, в шестой части будет больше стелс-миссий, использующих эту механику. На это указывает также тот факт, что теперь вы можете тягать мертвые тела, пряча их от посторонних глаз. Говорить о рукопашном бое еще рано, даже с учетом утечки. Был показан один тест, где Джейсон решил надавать по морда сам рандомным пешеходам. Но те просто убегали, никак не реагируя на удары. Очевидно, что в финальной версии игры такого недоразумения не будет. Еще игроки и NPC могут держать оружие боком. В некоторых роликах Джейсон держал винтовку боком и поворачивал ее в воздухе. Черный мужчина, который стреляет в Джейсона на парковке, тоже держит пистолет боком. Игрок сможет носить оружие на спине. Интересно, значит ли это, что мы получаем только две винтовки и два пистолета на человека, как в RDR 2? Или может быть есть возможность выбрать две пушки в основные слоты, а остальные доставать лишь по надобности через колесо выбора. При этом пушки больше не поднимаются автоматически, для этого необходимо нажать соответствующую кнопку. Брызги крови от выстрела стали куда более реалистичными. Уже жду разбор от настоящих судмедэкспертов на ютубе, честно говоря. Я имею в виду, что часть брызг крови движется в направлении противоположном пуле, как это было бы на самом деле. Возвращение уровней розыска Уровень розыска всегда был отличительной чертой GTA. Полицейские погони частенько дарили те еще острые ощущения и удовольствия от того, что вам удается избежать наказания за преступление. Со временем эта механика претерпела небольшие изменения. Оригинальная 3D-трилогия GTA включала шестизвездочную систему, чтобы показать уровень сложности и те усилия, которые Стражи Порядка были готовы приложить, чтобы арестовать главного героя. GTA 5 в конечном итоге перешла на пятизвездочную систему, которая, похоже, перекочует в шестую часть. Сложность боев с полицейскими варьируется от игры к игре. Но в шестой части полицейский ИИ кажется довольно продвинутым, по крайней мере на данном этапе разработки. Копы не любят стоять посреди открытого поля, быстро укрываясь за своими машинами. А еще, держитесь за стул. Они помнят модель и номер машины, так что, скорее всего, больше не получится перекрасить тачку в другой цвет прям под носом копов и спокойно уехать в закат. Полицейские, кстати говоря, отчасти перестали быть безумными камикадзе. Во время миссий, связанных с ограблениями, они не сразу рвутся в помещение, а выжидают подкрепления. Но что бы кто ни говорил, самый большой уровень розыска сейчас у хакера, взломавшего Рокстар. День против ночи Во время дневного геймплея можно увидеть, как Джейсон тащит добро из грузовых ящиков, а Люси совершает ограбление посреди закусочной, беря в заложники персонал. Под светом солнца также проходят всяческие боевые и гоночные испытания. Также можно заценить потрясающие, как для сырой версии, виды и локации, вроде бар на открытом воздухе. Ночь же представляет сцена, где Джейсон и Люсиа заходят в ночной клуб. Здесь царит совершенно иная атмосфера по сравнению с дневным геймплеем. Да и взаимодействия с NPC куда более забавны. Моралфаги могут уже начинать нервничать, потому что стриптизерши на своем месте. Ну а сама героиня не обделена формами, что уже понравилось многим фанатам. В той же сцене Люсиа выходит из стрип-клуба и мы можем увидеть ночной Вайс-Сити. Освещение, конечно же, еще очень далеко от завершения, но свет уличных фонарей и ламп уже сейчас невероятно детализирован. Оригинальная Вайс-Сити обожала заигрывать с неоном, создавая атмосферу 80-х, так что будет интересно посмотреть, как она будет сливаться с более современным сеттингом. Аудиоэлементы звучат отлично, но все еще сырые. На удивление, озвучка уже звучит очень неплохо. Во время похождения Джейсона в ночном клубе второстепенные персонажи ведут разговоры, которые можно с легкостью понять. В этих сегментах нет музыки, но уже слышно, что рокстары провели несколько длительных сессий звукозаписи голосов. Однако, когда в клубе уже тусит Люсиа, на фоне звучит бодренький биток, но он тоже далек от завершения. Другие музыкальные треки звучат, когда протагонистка находится в баре в дневное время, а также когда Джейсон садится на мотоцикл. Говоря об этом, похоже, что рокстар записала несколько новых радиостанций для своей игры. Что, в общем-то, и логично, так как действие игры происходит в Vice City. Полагаю, что старые радиостанции спустя 20 лет тоже вернутся. В просочившихся кадрах также можно услышать ряд отличных звуковых эффектов. Особенно выделилась музыка погони, звучавшая во время ограбления Люси. Прохожие, работники ресторана и полицейские ведут диалог, особенно когда люди начинают паниковать во время ограбления. Тут засветилась ещё одна деталь. Люсиа фиксировала руки заложников стяжками. Интересно, эта маленькая деталь уникальна для конкретной миссии или глобальная механика? Вопрос уже открыт. Интересные локации Хотя GTA 6 возвращает игроков в Vice City, город сильно поменялся с тех пор, как мы видели его в последний раз. Конечно, есть знакомые элементы, такие как ночные клубы с неоновым освещением и пляжные дорожки. Тем не менее, похоже, что сеттинг был не только модернизирован, но и Rockstar прилагает все усилия, чтобы убедиться, что он соответствует реальной Флориде. В игре точно представлены тонны достопримечательностей из Майами, как в GTA 5 из Лос-Анджелеса. Помимо реальных локаций жаркого американского города, замеченных в футажах, есть один интересный момент. Закусочная в клипе с ограблением очень похожа на настоящий Waffle House, популярная в США сети закусочных. Сам же Майами и Ocean Drive выглядят лучше, чем когда-либо, с множеством великолепных пальм, очень яркой травой и множеством красочных жилых домов и отелей на береговой линии. GTA всегда опиралась на реальную жизнь при создании своих пародийных сюжетов и локаций, так что этого и следовало ожидать в следующей части. Утечка полна различными локациями, включая заправочные станции, станции метро, многочисленные бары, мотели и теннисные корты. Карта шестой части невероятно разнообразна и может соперничать даже с огромной GTA 5. Альтернативная версия Флориды кажется еще более реалистичной благодаря некоторым действительно веселым взаимодействием с NPC, в том числе спору между деревенщиной в трейлерном парке, в котором участвовал Джейсон. Кроме того, NPC больше не растут под линейку. Модельки отличаются по росту и телосложению куда сильнее, чем в прошлых частях серии. Естественно, нас будет ждать огромная россыпь случайных встреч и событий, разбросанных по миру. Например, разработчики тестили ивент с пропавшими туристами, который не привязан к полноценной миссии. Шестая GTA-шка наверняка станет очередным любимцем публики. Внимание к деталям. Огромный открытый мир, а также сатира, судя по всему, никуда не делась. Мы разобрали все, что известно на данный момент про самую ожидаемую игру десятилетия. Жаль, что за этими вещами стоит не самый приятный момент – утечка, которую крупные СМИ окрестили самой крупной за последние годы. Поэтому Take-Two и Rockstar предстоит разобраться с маленьким шкодником, подключив к расследованию FBR. Надеюсь, что этот слив не сильно повлияет на разработку. Тем не менее, я в итоге скажу одно – даже в таком виде GTA 6 уже смотрится довольно круто. А если учесть, что до релиза еще как минимум пару лет, у Rockstar есть время и возможность довести все до ума и выпустить действительно свой самый мощный тайтл. Тем не менее, я спрошу у вас – вы ждете шестую GTA? Что я спрашиваю? Конечно же ждете! Короче, лучше поделитесь своими ожиданиями и давайте подискутируем в комментах. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде, ссылки в описании. Не забудь подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok